Технология В период каменной индустрии, сделанной руками первого человека, Homo habilis, лики насчитывают 33 различных типа изделий, которые отражают разнообразные операции скобления, растирания, раскалывания, разрезания, срезания. Орудия Волдувая изготовлялись из различных вулканических лавых пород, базальтов, андезитов, а также из кремнистого сланца, кварца, гранитного гнейса. Эти породы брались обитателями ущелий в виде обломков и речных галек в ручьях и озерах. Основными орудиями Волдувайской культуры были чопперы и чоппинги, орудия из галек, один край которых обит несколькими ударами по краю, или на узком конце с одной стороны, чоппер, или с двух сторон, чоппинг, размерами от 15 см до 3 см в диаметре. В следующую эпоху, Ашельскую, время Homo erectus, технические достижения выражены прежде всего в бифасиальной индустрии, распространенной в Африке, Европе, Юго-Восточной Азии, на Кавказе. Бифас – это орудие, обработанное с двух сторон серией крупных и мелких сколов, производимых отбойником. Форма бифасов разная – треугольная, миндалевидная, дисковидная, ручного рубила. Бифасы были многофункциональными орудиями. Они служили для рубки, дробления, выкапывания съедобных кореньев, резания. Кроме рубки, в Ашельскую эпоху выделываются орудия меньших размеров. Грубые проколки, остроконечники, скребки, острия, резцы. Возникает стандартизация в технологии, развивавшаяся в полной мере в следующую мусиерскую эпоху полиантропов или неандертальцев. Эпоха мусия – время формирования различных технологий. Наряду с рубилами, остроконечниками, скреблами используются скребки, резцы, проколки, сверла, ножи разнообразных форм с выемками, зубчатые, двусторонние, обработанные и слегка подправленные мелкими сколами. Все чаще для оформления лезвий и тыльных частей орудий применяется ретушь. Вторичная обработка, заключающаяся в выравнивании или зазубривании, заострении или затуплении края заготовки мелкими снятиями. В мусие использовалась контрударная ретушь, при которой частички камня, чешуйки, скалывались не за счет ударов другим камнем, а благодаря давлению или удару подставки на ковальне, на которой лежало орудие. Появляются и орудия, обработанные отжимной ретушью, которая производилась давлением инструмента костяного или рогового отжимника. Неандертальцы изобретают и составные орудия, копья, дротики, наконечники которых были каменными, а древки – деревянными, ножи с каменной основой и деревянной рукояткою. Технические достижения Homo sapiens, позднего палеолита, основаны на опыте предшествующих эпох. Практикуется вертикальное снятие заготовок с призматического нуклеуса. Полученные правильные пластины позволили расширить ассортимент орудий труда, разнообразных и очень специализированных. Различается 92 типа орудий – скребков, резцов, острей, проколок, проверток, скобелей, ножей, наконечников, копий и дротиков. Для увеличения убойной силы метательного оружия используются копья металки, состоящие из дощечки длиной 39-60 см, на одном конце которого находился крюк, набалдашник или другого вида упор, придерживающий другой конец копья. Появляются составные орудия, основа которых изготовлена из кости или дерева, а лезвием служили мелкие пластины, вставляемые в пазы, прорези основы. Эти лезвия называются вкладышами. Они крепились в пазах с помощью смолы, растительных клеев. Такими были ножи, кинжалы из стоянки Черноозерия 2, Сальпетрия, Мадлен во Франции. Широко используется кость и рог для изготовления орудий труда. Из них делают костяные наконечники, гарпуны, массивные ударные орудия типа кайл, иглы с ушком, проколки, шилье, копья, избивни и мамонтов. Следующим этапом развития технологии была эпоха мезолита. Деревообрабатывающие орудия, особенно широко распространенные в лесных районах, не только обиваются, но и зашлифовываются на рабочей части. Они разнообразны и узкофункциональны. Топоры, долота, тесла. Для получения мелких орудий применяется техника отжима с небольшим нуклеусом, формы которых весьма разнообразны. Пирамидальные, призматические, кленовидные, карандашевидные. Этот способ расщепления позволил получить массу мелких, очень тонких, правильно ограненных пластинок шириной от 0,4 до 1 см, из которых с помощью ретуши изготовляли ножи, резцы, проколки, скребки, провертки, сверла, вкладыши для ножей, кинжалов, наконечников копий, дротиков для гарпунов. Ярким маркером мезолитической эпохи является лук, изобретенный, судя паренцбургским наконечником стрел, еще в верхнем палеолите. В мезолите же, в силу изменившихся в голоцене условий жизни, вымирания крупной фауны, ставшим массовым явлением, луки делали из цельных стволов молодых елей сосен. На некоторых есть изгиб для руки. Тетива крепилась на концах, которые обрабатывались кольцевыми срезами. Стрелы были составлены с каменными наконечниками, деревянные, костяные. Из кости изготовляли и гарпуны, остроги, рыболовные крючки, ножи, шилья, иглы, муфты из рога, вырезают рукояти, стрелы, лопатки, скребки. Из рыболовных снастей, кроме упомянутых крючков и гарпунов, уже использовали сети с каменными грузилами. В период позднеродовой общины, археологически соответствующей на элиту, техника обработки камня и кости достигает совершенства. Все большее значение приобретает отжимная ретушь, с помощью которой придают самые разнообразные формы орудиям. Ножи, скребки, скребла, резцы, скобели, провертки, проколки, сверла становятся крупнее и делаются не только из пластин, но и из отщепов. Вкладышевые орудия господствуют особенно в земледельческих районах, где они широко представлены серпами и жатвенными ножами, основы которых изготовлены из кости и дерева. Зародившаяся в мезолите техника шлифования достигает расцвет в неолите. Топоры, тесла, долота, стамески, ножи делают из диорита, нефрита, туфа порфирита, сланцев, то есть пород, прежде использовавшихся, весьма редко. Заготовки, которым обивкой придавалась нужная форма, шлифовались или полировались шлифовальными плитками из песчаника, подсыпая на обрабатываемую поверхность песок и поливая водой. Топоры из сланца, как показали экспериментальные исследования, можно изготовить за 2-3 часа. Пиление производилось плитками, а втулки для рукояток в каменных топорах высверливались с помощью трубчатой кости, которую вращали постоянно, подсыпая под нее песок. В неолите развиваются подземные выработки каменного сырья в виде штолин, горизонтальных разработок, уходящих на глубину до 2 метров. Были освоены все основные приемы горного дела – шахты, подбои, штреки, крепежные столбы, вентиляционные окна. Кремень добывали роговыми мотыгами, кайлами, кирками. Наиболее популярными древними выработками являются красносельские шахты Белоруссии, учтут в Средней Азии. Верхневолжские шахты в России – Спиена, Обург в Бельгии, Сизбурри, Граинс, Грейвс в Англии, Мюрдебаре, Шампиньоль, Гран-Просиньи во Франции, Альберг и Хоф в Дании, Кшеменке в Польше, Тушимичи в Чехии. Горные выработки и высокий уровень обработки камня подготовили в VI-V тысячелетиях до н.э. появление металлургии. В Анеолите появляется несколько центров медной металлообработки – Ближневосточный, Балканский, Африканский, Кавказский, Алтайский, Уральский. Добыча медной руды производилась с помощью огня. Участок, на котором находилась руда, нагревался огромными кострами, после чего поливался водой. Руда растрескивалась и затем добывалась с помощью костяных копалок. Большие куски откалывались каменными топорами. Ударами руда отделялась от вмещающих ее пустых пород. Сырье транспортировалось в медиплавильные центры. Первоначальные изделия из меди изготавливались путем ковки. Это были мелкие вещи – шилья, иглы, браслеты, маниста, подвески. К концу Анеолита начинают производить массивные медные изделия, сначала методом ковки, позднее литьем. При литье на изделии затрачивается меньшее количество металла, формы орудия становятся изящнее. Отливаются топоры, молота, тесла, иглы, шилья, долота, пробойники, украшения. Для отливки требуется температура более тысячи градусов. Производство медных орудий не вытеснило каменные, которые доминировали в хозяйственном инвентаре энеолитического населения.